Здравствуйте! Вы на канале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». 3 января, в первый рабочий день нового 2016 года, прокуратура предъявила обвинение задержанным за убийство семьи Даупше в деревне Дума. Напомним, что речь идёт о преступлении, которое было совершено несколько месяцев назад, когда в результате поджога дома, жилого дома, погибла практически целая семья. Сегодня, наконец, предъявлено обвинение. Прокомментировать это обвинение и всё, что вокруг этого происходит, мы попросили адвоката Алекса Шмерлинга. Алекс, добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Алекс, ну что, дождались, если можно выразиться таким образом в этом трагичном, в общем-то, деле, о котором уже много говорят и много пишут, и много домыслов, много фактов. Что же происходит? Обвинение предъявлено, это конец? Нет-нет, это следующая, конечно, наверное, самая главная глава в развитии подобного рода событий. И само по себе предъявление обвинительного заключения, безусловно, свидетельствует о том, что прокуратура как минимум убеждена в том, что собраны достаточные доказательства для того, чтобы привлечь предполагаемых подсудимых к суду. И таким образом верит в то, что сумеет добиться их признания их виновными и соответствующего, так сказать, осуждения. — Алекс, было много критических замечаний, если можно так выразиться, в адрес полиции и Шабака, то есть службы безопасности, в отношении того, что к задержанным по этому делу применялись пытки. Мы с вами беседовали на эту тему в наших программах. И вот полиция, наконец, предъявила обвинение. Но предъявила его не всем, то есть несколько человек были отпущены. То есть что происходит сейчас? Поданы ли жалобы против вот этих пыток, которые применялись на стадии следствия? — Давайте начнем немножко, так сказать. Ну, во-первых, само по себе это обвинительное заключение, оно, безусловно, имеет в сегодняшнем израильском обществе эффект, если не бомбы, то как минимум достаточно серьезного артиллерийского снаряда. О чем, собственно говоря, идет речь? Картина, которую сегодня рисовала прокуратура в суде, предъявив это обвинительное заключение, ведет речь о том, что на определенной территории, на оккупированных территориях, на территории то, что называется сектором Беньямина, сформировалось некое еврейское подполье, которые в основном, основные участники которого — это молодые люди, можно даже сказать, подростки в возрасте от 15 до 20 с небольшим лет, в основной своей массе — это люди, которые выпали из каких-то традиционных, из традиционных систем просвещения и оказались, то, что называется, на обочине. И вот, так сказать, эти ребята, эти молодые ребята поселились, селятся в неутвержденных, в неразрешенных местах, создают такие вот самовольные поселения. В этих поселениях они живут коммунами, занимаются они там сельским хозяйством, причем самым таким примитивным сельским хозяйством в виде там скотоводства, посуд, коз. И вот в этой вот среде сформировалось движение основными лозунгами, идеями, которые, я еще раз подчеркиваю, все, что я сейчас рассказываю, не больше, чем пересказ, пересказ ту информацию, которую передала прокуратура одновременно с подачей обменительного заключения в суд. Так вот, в этой среде сформировалось некое движение, основными целями и задачами которой является создание на территории Израиля теократического государства еврейского. Соответственно, эта группа не признает основных сионистских идей, не признает государство Израиль как некой, скажем так, институции, имеющей право на существование. С их точки зрения государство должно быть демонтировано и реконструировано в нечто совершенно иное, как я уже сказал, теократическое государство, в определенном смысле going fry, то есть, в котором не будут жить неевреи, которых отсюда следует изгнать. Те неевреи, которые останутся на территории этого государства, в отношении них, так сказать, будут применяться достаточно суровые дискриминационные законы. Государство, как я уже сказал, должно быть теократическим, то есть, нормы религиозного права будут в нем основными нормами. Ну, такой вот ИГИЛ на еврейский манер. По заявлению прокуратуры, якобы, у них имеются не только, в качестве доказательства того, о чем я говорю, имеются не только показания самих подследственных, но и, якобы, захваченные у них документы. Некие прокламации и, так сказать, достаточно внятно сформулированная вот такая вот мессианская идея. Каким образом эта группа, с точки зрения прокуратуры, по заявлению прокуратуры планировала прийти, реализовать эти свои замыслы? Ну, прежде всего, нужно разрушить то, что есть, а потом, так сказать, построить заново. Да, кстати сказать, во главе этого государства нужно стоять царь, вот, новый еврейский царь иудейский. Каким образом, по мнению прокуратуры, предполагалось осуществить этот грандиозный мессианский замысел? Ну, прежде всего, методом необходимо разрушить то, что уже построено на сегодня. Для этого нужно взорвать вот эту вот относительно мирную, в кавычках, ситуацию в Израиле и вокруг него, прежде всего, спровоцировав мощные, крупные, так сказать, столкновения Израиля с мусульманским миром, победить в этом столкновении. В итоге, вот, в результате всего этого хаоса, то Вавоу, которое настанет, и из него, так сказать, вот и должно вырасти вот это вот новое, это новое еврейское царство. Очень похоже на идеологию ИГИЛа, только вот, как я уже сказал, еврейского разлива. На фоне вот этого вот идеологического, на этом идеологическом фоне проросли, так сказать, практические действия, а именно, да, для того, чтобы привести в жизнь этот план, предполагалось спровоцировать вот такой вот крупный, мощный конфликт Израиля с окружающим его мусульманским сообществом. Ну, сама по себе идея, кстати сказать, не новая, вы помните, может быть, в начале 2000-х годов Авигдора Эскина, например, обвиняли в том, что он предполагал подбросить свиную голову на храмовую гору в то время, когда там происходит пятничная молитва мусульман. Кстати сказать, Авигдоровский был от этого, это обвинение было снято в ходе процесса судебного, он был оправдан. Тем не менее, сама по себе идея, так сказать, вот провокации такого мощного характера, масштабные, широкомасштабные провокации, она никогда не покидала самые некоторые, так сказать, слои израильских экстремистов, которые есть у нас, как в любом другом обществе. Поэтому сама по себе эта идея не новая, но в данном конкретном случае люди уже перешли к более практическим действиям, а именно были созданы, опять же, по мнению прокуратуры, были созданы вот такие вот ячейки, были разработаны методы деятельности этих ячеек. И по заявлению, по мнению прокуратуры, убийство, вот этот самый поджог с дома в Квардума, который привел в конечном итоге к смерти и тяжелым ранениям людей, прежде всего, членам целой семьи арабской. С их точки зрения, вот эти действия, по мнению прокуратуры, являются как раз результатом деятельности одной из таких ячеек. — Алекс, вы нарисовали, ну понятно, по материалам, поданным прокуратурой, да-да, я понимаю, такую несколько страшную картину немножко напоминает 1937 год, когда хватали людей, значит, моментально предъявляли обвинения, в которых было написано, что они там собирались свергнуть социалистический строй, там ликвидировать руководство коммунистической партии и так далее, и так далее. Я, конечно, надеюсь, что это не совсем так или совсем не так, но создается очень сильное впечатление, что органы правопорядка, следственные органы, получив колоссальное, так сказать, давление со стороны общественности в ответ на обвинения и в ответ на обвинения в том, что применялись пытки всевозможные, в том числе к несовершеннолетним, быстренько и срочненько представили такое всеобъемлющее обвинительное заключение для того, чтобы в какой-то степени оправдать свои действия. Ваше мнение, ваши опасения, по большому счету, не лишены оснований. Мы с вами с полной уверенностью сегодня можем сказать, что в ходе этого следствия, в ходе этого расследования, Общая генеральная служба безопасности Израиля, Израиль применяла то, что называется особыми методами допроса. До какой степени применение этих особых методов было законно, кстати сказать, этот вопрос присутствует с первой минуты. Я сразу поясню, да, Израильской службе безопасности разрешается в определенных случаях после получения специальных, так сказать, специальных разрешений применять особые методы допроса. В каких случаях это допускается? Это допускается только в одном случае, когда речь идет о так называемой тикающей бомбе, то есть когда есть основания полагать, что где-то вот сейчас готовится совершение некоего деяния, в результате которого может пострадать большое число людей, например, террористический акт, вот в этом исключительном случае единственное и только в этом случае израильским службам безопасности разрешается применять особые методы допроса. В данном конкретном случае Генеральная служба безопасности признается, что она доприменяла эти методы сам по себе, так сказать, насколько оправданными они были, это очень и очень серьезный вопрос. И, естественно, применение этих методов сразу ставит под очень большое сомнение силу тех признательных показаний, которые были добыты в ходе расследования. Здесь надо сразу сказать следующее. Дело в том, что в Израиле не действует, не применяется доктрин, так называемая доктрина плоды отравленного дерева. Что я имею в виду? Ну, предположим, в американском праве, в случае, если к вам ворвались без ордера и провели у вас обыск, то никакие доказательства, даже если это труп с ножом в груди, не могут быть использованы в качестве доказательства против вас в суде. В Израиле и вообще в континентальной системе права эта норма не действует, поэтому даже незаконным образом полученные доказательства, ну, например, незаконное задержание, незаконный обыск, допрос с применением неправильных средств, в любом случае, если в ходе этого допроса получены добыты некие доказательства, они вполне могут быть представлены суду. Понятно, что суд оценивает и, так сказать, оценивает эти доказательства соответствующим образом. Тем не менее, и в данном конкретном случае, кстати сказать, прокуратура утверждает это, якобы в ходе допросов главного подсудимого по фамилии Улиэль были получены признательные, не просто были получены признательные показания, в ходе своих признаний, в ходе следственного эксперимента, когда он как бы реконструировал свои действия в день совершения преступления, якобы были получены так называемые скрытые признания. А именно, речь идет о некоторой информации, о некой информации, которую он передает, и эту информацию мог знать только непосредственно исполнитель преступления, либо его активный соучастник. Кстати сказать, эта ситуация вполне напоминает ситуацию, которая возникла в деле Задорова, не будем забывать, если наши телезрители помнят, речь идет о романе Задорове, который был осужден совсем недавно, уже в третий раз, Верховный суд оставил в силе приговор, признающий его виновным, и этот приговор весь целиком основан, в основной своей, практически на 90 с лишним, на 99 процентов, на признательных показаниях самого Задорова, от которых он позже отказался, но тем не менее суд их принимает, учитывая то, что в ходе этих признаний Задоров сообщал некие факты, которые могли быть известны только непосредственно, к этому исполнителю преступления. Та же самая ситуация по заявлению прокуратуры сложилась и в ходе этого расследования, то есть даже если, так сказать, применявшиеся исключительные средства, исключительные методы допроса, в данном случае, будут признаны неоправданными и незаконными, это не сводит на нет ту информацию, которая в ходе этих допросов была получена, и вовсе не исключает признание подсудимых виновными. Да, но если подсудимые в суде заявят о том, что они отказываются от своих признательных показаний, что это показания были получены у них в результате определенных действий и воздействий, то сами по себе признательные доказательства, они продолжают иметь силу? Я сейчас не беру вот эти, так сказать, наводящие моменты, про которые вы говорили. Само по себе признание в этой ситуации вполне может быть, так сказать, признано недействительным и не имеющим силы, потому что если человек избивали, он сказал, что да, я убил, а потом выяснится, что да, действительно, он признался, грубо говоря, признал факт этого убийства, только потому что по отношению к нему применялись незаконные методы допроса, это признание силы иметь не будет. Но если в ходе признания он расскажет, что он залез через окно и проник в комнату и воспользовался кривым ножом, который этот нож будет потом найден, пусть даже без его отпечатков пальцев, но следы, скажем так, характер повреждений, которые этот нож причинил, или, например, он скажет, что он открыл бутылку с бензином под этим окном и там, да, действительно, будет найдена пробка от бутылки, то в этом случае эти его признательные показания, само по себе его признание, может быть, и не будет иметь веса, но наличие вот таких вот совпадений и передача им информации, которая могла быть известна только реальному исполнителю, фактическому исполнителю преступления, безусловно, в этой ситуации может служить основанием для осуждения. А как, на ваш взгляд, будут еще дополнительные аресты, то есть, есть ли какая-то информация, объявлял ли Шабак общая служба безопасности, что у них есть дополнительные там связи, следы, по которым они собираются арестовывать еще членов этой ячейки? На сегодняшний день следствие закончено. По данному конкретному эпизоду, а именно поджог здания Квардума, к ответственности привлечены два человека, один из них подросток, несовершеннолетний, имя, фамилия которого не сообщается, он, так сказать, фигурирует под кодовым названием Алиф-Алиф, и тот самый господин Улиэль, которого я назвал ранее, который с точки зрения обвинения, предъявленного обвинения, объявлен реальным и главным исполнителем этого преступления. Есть масса других побочных, скажем так, вообще вся деятельность вот этой группы, она достаточно подробно описана в тех документах, которые сегодня опубликовала прокуратура. Есть масса дополнительных эпизодов, которые предшествовали событиям в Квардуме, которые полиция относит и приписывает вот этой вот группировке. Тем не менее, на сегодняшний день мы имеем одно обвинительное заключение против двух подсудимых, следствие в отношении этого эпизода, в отношении этого события, можно считать завершенным, и ни о каких дополнительных подозреваемых речи не идет. Алекс, недавно совсем израильское общество всколыхнулось в результате трансляции, если не ошибаюсь, 10-м каналом видеоролика, на котором показан был эпизод со свадьбы, на которой жених и ряд гостей танцевали танец с оружием, и при этом, значит, наносили ножевые удары по фотографии одного из детей, погибших вот в этом трагичном инциденте. Продолжается ли как-то по этому поводу следствие? Есть ли связь между вот этой свадьбой, тем, что там происходило, и самим делом, по которому сейчас предъявлено обвинительное заключение? Кадры со свадьбы, сами по себе, кстати сказать, наличие в этих действиях состава преступления, большой вопрос, поскольку, ну, скажем, та пропаганда насилия, которая в этих кадрах содержится, в принципе, возможность предъявления обвинения по этому эпизоду, она на сегодняшний день под большим сомнением, поскольку речь шла в достаточно закрытом кругу, и эти действия не были направлены в отношении какой-то очень большой группы лиц. В общем и целом в службе безопасности есть специальный отдел, который занимается еврейским террором. Еврейский террор – это безусловный факт, который существует уже десятилетия. Я сейчас не буду рассказывать обо всех тех предыдущих, об истории еврейского террора. Достаточно вспомнить еврейское подполье 80-х годов, когда в результате взрывов бомб, подложенных в автобусе, были достаточно серьезно ранены несколько человек. Знаменитый спецназ мести 90-го года, когда была подложена бомба на мясном рынке в старом городе Иерусалима. Все это эпизоды, которые из истории не вычеркнешь. И то, что мы наблюдаем сейчас, история сквардума, и эти кадры со свадьбы, кадры со свадьбы на самом деле, с моей точки зрения, подтверждают, что прокуратура и Шабак в данном конкретном случае все-таки не высасывают из пальца всю историю о том, что существует некая группа людей, достаточно многочисленная, исповедующая некую идеологию, достаточно серьезно расходящуюся с общепринятой сегодня в Израиле, и готовую действовать против государства. Кто совершил эти деяния, насколько то конкретное обвинительное заключение, которое на сегодняшний день предъявлено в суде, окажется доказуемым, это большой вопрос, доказательства, то есть материалы следствия еще никто не видел, понятно, что все эти материалы пройдут через очень и очень жестокое, жесткое и мелкое сито судебные процедуры, у обвиняемых, у подсудимых в данном случае есть адвокаты, адвокаты достаточно опытные, которые сумеют отсеять зерно от плевел, в случае, если в конечном итоге выпадет что-то в осадок серьезное, люди будут признаны виновными. Спасибо, адвокат Александр Шмеллинг, с наступившим вас Новым годом, спасибо за эти разъяснения, всего доброго. Всего наилучшего вам и нашим телезрителям, наше поздравление с Новым годом. Спасибо.